Привет! Сегодня у нас будет и обзор, и некоторые по моментам сравнения с предыдущей версией Amazfit Bip. Потому что сегодня у нас на обзоре Amazfit Bip S. Мы будем изучать эту модель, потому что она не скоро потеряет свой спрос. Это вы видите такую себе историю нашей семьи. Потому что вот эта верхняя часть, а именно это у нас Amazfit Bip, уже 3 года и 1 месяц мы используем Amazfit Bip в нашей семье. Сначала пользовался ими я, потом пользовалась Валюша, а сегодня будет переходить уже на новую версию Amazfit Bip с улучшенными функциями. А это аксессуары от Amazfit Bip. Сегодня мы поговорим и сравним все эти параметры. Увидим новое приложение, которое было Mi Fit, потом стало Amazfit Bip, а сейчас совсем с другим названием и познакомлю вас со всеми характеристиками. Сразу хочу отметить, что будут тайм-коды, поэтому если вы пришли за какой-то конкретной информацией, ищите ее в тайм-кодах. А мы начинаем обзор. У нас глобальная версия, серый ремешок и оранжевая окантовка. Но в данном случае и упаковка непростая. Во-первых, мало того, что я покупал их в официальном магазине Amazfit Bip, мне они еще достались с хорошим купоном на распродажу. А именно 49 долларов 49 центов. Столько же я заплатил 3 года назад за эту версию, покупая их на сайте Gearbest. Ссылки, где можно купить по выгодным ценам, я оставляю в описании под видео. Собственно, как и на все аксессуары, нужные к этим моделям. Упаковка яркая, но это первичная встречает нас упаковка. Внутри еще одна. Вот она. И она явно отличается от предыдущей версии. Вот так выглядела версия первая Amazfit Bip. Больше напоминает такой ящичек. Никаких данных здесь нет, кроме как логотипа. Открываем. И здесь лежат часы. На часах была наклеена вот эта наклейка. Я ее здесь приклеил. Извлекаем часы. Дальше открываем этот ящик. Нас встречает зарядная станция. Не магнитная, но по-прежнему удобная. Также дальше ее рассмотрим. И некоторые талмуды по настройкам, гарантийному обслуживанию и так далее. Больше никаких аксессуаров в принципе и нет. Все, что нужно, есть уже на этих смарт-часах. Никаких дополнительных сменных ремешков никогда не было. Все нужно докупать отдельно. Для тех, кто смотрит впервые, возможно, серию Amazfit Bip, это у нас необычные часы. Потому что у них экран Always On Display. Это значит, что он всегда включен. На первый взгляд всегда включен. И всегда видна информация, отображаемая на главном экране. Экран, который чем больше света на него попадает, тем больше отображает информации для пользователя. Камера и то не совсем хорошо передает глаза. Замечают малейшие изменения на экране и видна информация. Но если вы в темном помещении стоите, вам достаточно нажать кнопку и засветилась подсветка. Она тоже здесь регулируется, поэтому даже слегка уже мрачном или полумраке, если вам плохо видно, нажимаете и включается подсветка. Здесь еще и ТФТ-матрица, которая отображает более четче цвета, побольше этих цветов здесь, чем у предыдущей версии. Смарт-часы или фитнес-браслет, как угодно называйте. Я их называю все-таки смарт-часы. Их корпус полностью выполнен из пластика, крепкого и хорошего. Единственное отличие в других материалах внешне, это защитное стекло, закругленное, которое покрывает экран, и металлическая кнопка, которая преобразилась от предыдущей модели. На первый взгляд может показаться, что они практически одинаковы с предыдущей версией, но все-таки кое-где и добавили изменения. Например, внешне они сбоку хорошо видно, что отличаются. Окантовка здесь по-другому выполнена. Немного по-другому расположены держатели для ремешка. Обратная часть здесь у нас слегка выступает, датчик измерения. А здесь он у нас гораздо шире, с таким вот кругом. И в принципе есть отличия, но не существенные. Больше изменений мне понравилось, что наконец-то они учли. И это держатель ремешка, который... Ну, здесь просто нужно было добавить вот этот вот держатель лишнего ремешка, потому что здесь он, ну, просто никудышний. Во-первых, здесь никаких нету держателей, просто вот эта штучка, которая держит ремешок, и постоянно выпадал этот лишний ремешок. И вот так вот сбоку здесь висел. Здесь же уже такой не наблюдается трудности, потому что я уже с ним ходил, тестировал разные программы, разные функции, спал с ним, потому что нужно было проверить, насколько точно он показывает сравнение эти дел. И могу однозначно сказать, точность не пропала. Все даже поднялось по разным функционалам, включая плавание в бассейне. Ремешки здесь взаимозаменяемы от предыдущей модели. Они имеют быстросъемный механизм, поддел и сняли. Размер их 20 миллиметров. И я могу с уверенностью сказать, что, например, миланская петля от Amazfit Bip спокойно подойдет сюда, если вы не любите по каким-то причинам вот такого дизайна. Вообще, подобрать их на сайте AliExpress очень много разных вариантов смело можно. А вот с защитными кейсами, так как внешне слегка произошли некоторые изменения, то вот такие вот уже не подойдут. Если мы еще этот проверим, возможно, он подойдет из силикона, то эти из пластика, они не подойдут однозначно. Я вот его пробовал одеть, он даже лопнул. В диаметре они подойдут даже на огромную руку, но если вдруг не подходят оригинальные, то смело можете подобрать нужный вариант. Есть удлиненные по отверстиям ремешки, чтобы внутренний диаметр был под вашу руку. Одевать их на руку совершенно удобно, без всяких проблем. Одел, подтянул, застегнул, вставил, остальное спрятал сюда. Здесь он крепко фиксируется. На руке сидит удобно, они легкие и многофункциональные. Но я использую Mi Watch Smart часы. Это уже действительно смарт-часы со встроенной сим-картой и с операционной системой. Ну и AMOLED-экран здесь уже совершенно другой. Посмотреть обзор на эти часы можете здесь в подсказках. Ролик достаточно популярный и я рад, что наши труды не напрасны. Думаю, что и этот видеоролик вы оцените по окончанию, досмотрев его до конца своим лайком. Продолжаем обзор. От предыдущей версии новая версия еще отличается кнопкой. Она больше, немного напоминает шляпку. Больше уже так похоже на такую отдельную кнопку от корпуса, в отличие от этой модели. Еще добавили внутрь здесь соответствующий внешнему корпусу цвет. Покрасили и видно явно, что здесь кнопка. Если так, здесь не сразу бросается. Если бы не бросали блики, то здесь заметен по цвету. Также от предыдущей модели у нас улучшенный датчик измерения пульса. Во-первых, определяет на руках ли или сняты эти часы. Это уже влияет. Во-вторых, идет считывание. И этот датчик позволяет считывать пульс постоянно. При том, что он даже настраиваясь в приложении, чтобы каждую минуту или каждые 5 минут... Там даже есть пункт, что если активно вы начинаете двигаться, то он автоматически включает урегулярность этих измерений, чтобы определить, насколько пульс ваш поднимается и следить за вашим состоянием здоровья. Если ваши руки, как сейчас у меня, одеты в перчатках, то экран совсем уж не отзывчивый. То есть начинаешь выдумывать что-то, еле-еле срабатывает. Но как только вы снимаете перчатки, экран становится чувствительный. Также благодаря встроенным датчикам при поднятии руки к лицу, чтобы посмотреть время, засвечивается экран. Как только вы опустили, он отключается. Подняли, он включился. Опустили, он выключился. Но все это настраивается индивидуально в настройках. Заметил интересную особенность, что если подсветка не включилась, то вам нужно разблокировать эти часы. Они изначально заблокированы. Разблокировка делается нажатием на кнопку. И видели, вот эта волна пошла. Сейчас загорелась подсветка и разблокировались часы. Но если вы подняли руку, вот как я сейчас поднимаю, экран засветился, то он уже разблокирован автоматически. Это огромный плюс. При разблокированном экране делаем сверху вниз жест. Это у нас быстрые настройки. Здесь отображается информация о заряде. Время вверху. Это если мы шторку, так сказать, опустили. День недели. И на английском языке отображается четверг. Это у нас режим не беспокоить. Заблокировать экран. Включить музыку. И яркость. По порядку. Яркость. Она имеет раз, два, три, четыре, пять. Пять пунктов. Пятый это полностью отключает. Первый пункт. Минимальная яркость. Второй, третий, четвертый, пятый. Удобно. Делаем свайп слева направо. Возвращаемся назад. Теперь не беспокоить. В режиме не беспокоить. Сейчас. И включение часов. Это значит, что надев часы, режим не беспокоить будет включен автоматически, если определит, что вы уснули. Но не всегда этот режим корректно работает. Почему? Потому что те, кто быстро засыпает, часы еще не успели даже определить, то тогда вам будут приходить уведомления со смартфона сюда. И вы, возможно, будете пробуждаться. Поэтому я советую включить этот режим до сна. Либо отключать Bluetooth на телефоне. Следующий режим это блокировка. Нажимая сюда, экран блокировки. Если же вы его отключили, часы не будут блокироваться. И последний пункт это управление музыкой. Наконец-то в этих часах официально появилось управление музыкой. Давайте запустим здесь YouTube Music или любое другое приложение, которое воспроизводит музыку. И как только мы запустили, у нас подтянулась здесь информация. Ну, допустим, здесь уже все можно управлять. Прикоснулись. Музыка остановилась. Следующий трек. И громкость. Пожалуйста. Остановили. Если вы слушаете музыку, вот, например, вот так вот, как я сейчас, и захотели остановить на паузу или еще что-то, вам достаточно поднять, экран засветился и сделать свайп слева направо. И здесь будет быстрое управление музыкальным треком. То есть изначально рабочий стол всегда будет со временем, а сделав свайп справа налево, у нас музыкальный трек. Нажали стоп или же добавили громкости. Экран быстро реагирует. Задержки никакой нет по управлению. Слева направо у нас настройки по погоде. Николаев. Один градус тепла. Прогнозируется, что будет до минус двух облачно. Погода на завтра. На послезавтра. И на следующие пару дней. Отображается корректно, без проблем. Это если мы делаем свайп один слева направо или справа налево. Напомню, здесь музыка, а здесь погода. Но если продолжать листать дальше, там есть дополнительное меню. Ну вот, к примеру, погода. За ней находится измерение пульса. Тут можно в нем под меню разные измерить по графику. Это все увидеть. Диапазон ЧСС. Расслабленная. Разминка и так далее. И теперь еще один свайп делаем слева направо. У нас здесь цель по нашей активности. Шаги. И последнее это музыкальный трек. То есть такой себе замкнутый круг. Это быстрые настройки. Если же мы делаем свайп снизу вверх, то у нас последнее уведомление от сообщений. Отвечаю на ваши часто задаваемые вопросы. Можно ли с подобных часов, а в данном случае самосфит бип S, отвечать на какие-то сообщения. Нет. Мы можем их только прочитать и увидеть от какого приложения пришло. Потом мы принимаем решение. Лезть мне за телефоном или нет. Отвечать или нет. Встроенного микрофона здесь нет. И конечно же отвечать на звонки тоже мы не можем. При поступлении звонка у нас отображается информация о звонящем. Отсюда мы можем, во-первых, чтобы не звонил нам. И телефон продолжает вибрировать. Но здесь уже информации нет. Либо мы могли нажать на второй значок и мы полностью отклонили бы звонок. При этом нам нет необходимости извлекать и проверять наш смартфон. Кто звонил или думать, что делать. Нажал занято и человек уже будет это понимать. Чтобы зайти в меню более глубоко, необходимо разблокировать и нажать еще раз кнопку сбоку. Первое меню нас встречает достижения. В достижениях у нас информация о шагах, пройденном километраже, сожженных калориях. И сколько было предупреждений, чтобы нужно подвигаться. Так сказать, засиделся. Из любого меню, напомню, свайпом слева направо мы возвращаемся на шаг назад. Далее нас приветствует режим PIE. Этот режим революционный показатель личной активности, который позволяет понимать состояние организма более, скажу так, интуитивно, что ли, собрано. И здесь мы можем производить разные настройки. Показатель за сегодня. Вот здесь об этом так и расписано. Учитывает ваши данные о ЧСС, ежедневную интенсивность движения, а также многоаспектную оценку индивидуальных физиологических показателей. Как это все работает, сможете понять только, когда будете им пользоваться на протяжении долгого времени, чтобы он хорошенько изучил и понял вас. Вот, кстати, пришел от YouTube студии комментарий. Пользователь Тарас добавил. Сделай обзор на Blackview BV49 Pro VS еще какой-то. Но сообщение не до конца. То есть с ограниченными символами, но и то достаточно. Уже понимаешь, стоит туда лезть, дочитать или не стоит. Я думаю, что после обзора комментарии стоит, конечно, прочитать, потому что мы читаем все комментарии. Если хотите удалить сообщение, делайте еще раз свайп после прочтения. Вот так вот вверх и нажимаем очистить. Теперь на часах очищено, а на смартфоне нужно отдельно это делать, как и раньше. Далее в меню идет режим спорт. В этом меню есть бег, беговая дорожка, велосипед, езда в помещении, свободная тренировка, ходьба, плавание на открытой воде, плавание в бассейне. О чем вам этот режим говорит? Все верно. Защита от воды и пыли, конечно же, есть. ИП-68. После этого идет у нас эллиптический тренажер, йога, скакалка, бадминтон. Далее идет настольный теннис, крикет. Потом идет баскетбол, футбол, грибной тренажер. И можно посмотреть историю записей, которая у вас была в разных тренировках. Но более детальную тренировку, конечно же, нужно смотреть в приложении, которое мы дальше рассмотрим. Давайте покажу вам, как происходит тренировка с GPS. Без смартфона тренироваться с этими фитнес-браслетами однозначно можно. То есть в них встроен GPS и поддерживает GPS и GLONASS. То есть два вида спутников, а значит диапазон связи расширяется. Например, я выбираю велосипед. Нас предупреждает, что GPS, местоположение, сигнал лучше на открытой местности. Мы это понимаем, но мы сейчас в студии, в частном доме. Нажимаем согласны. Не отследить путь, нужно установить соединение. Это значит, что нам нужно подождать какое-то время, чтобы произошло соединение со спутниками. Об этом нам высветилось бы на экране, но я не стал ждать. И сейчас мы уже начинаем тренировку. У нас показано время, километраж, который мы проехали. И с какой скоростью мы сейчас двигаемся. Также будет указан мой пульс. Только поставил и через 4 секунды уже определил пульс 104. Активность на высоте. Если сделать свайп снизу вверх, то у нас даже показана средняя скорость и максимальная. Если же мы хотим остановить тренировку, то по долгому нажатию это происходит. Спрашивает либо это пауза, либо продолжить, либо остановить. Написано, что не сохранено, так как расстояние слишком мало. Ну, естественно, тренировка на велосипеде. Поэтому мы согласны, что синхронизироваться не будет. И продолжаем исследовать меню. После режима спорт, режим погода, с которым вы знакомы. Теперь будильник. Конечно же, как же без него. Но, к сожалению, настроить его здесь нельзя. Только то, что вы самостоятельно настроили в приложении. Здесь вы просто выставляете позвонить. Вибрирует очень интенсивно. Умного будильника здесь нет. После будильника у нас идет меню таймер. В этом разделе два пункта. Секундомер и обратный отсчет. Секундомер. Нажимаем старт. Сработала вибрация. Очень отчетливая вибрация. И нажимаем остановить. Каждое нажатие, остановка или запуск. Это сопровождается все вибрацией. Обратный отсчет выставляется следующим образом. Вот так вот. Старт. Вы слышали вибрацию. И это говорит о том, что время подошло к концу. Возвращаемся назад. Дальше у нас компас. В компасе у нас сначала нужно, если не делали раньше, сделать калибровку. Как было показано на экране. После этого у нас четко становится отображение компаса. И в градусах показано север, юг, запад, восток. Сделаем свайп вверх-вниз. И еще и будут показаны координаты. То есть, если вы вдруг потерялись, или вам надо быстро узнать ваше точное местоположение, спутник в данный момент начинает считывать информацию по спутнику. И часы выведут вам широту и долготу. Следующим пунктом будет музыка, то есть тот пункт, который тоже я вам показал. Мировое время и отдельно настройки. Циферблаты, длительное нажатие кнопки, отрегулировать яркость, найти телефон, обустройстве и системная информация. А также раздел выключить и сбросить на заводские настройки. В разделе циферблаты мы можем настроить множество разных вариантов. Причем можно использовать от версии предыдущей. И инструкция, как прошить, как что-то установить, как решить какую-то проблему, почему не соединяется или еще что-то у вас может возникнуть во время использования этих часов. Все эти ответы вы можете найти не задавая их в комментариях, а на сайте FOPDA. Это форум, где есть целая страница по обсуждению Amazfit BIP-S. Ссылку оставляю в описании под видео. Также экраны, или еще по-другому их называют Watch Face, можно быстро сменить по нажатию в центр. Держим, держим. И у нас выскакивает меню по смене Watch Face. Вот такой экран. Вот такой с пандой. Вот такой, такой, такой. И последний. По-моему, 5 или 6. Это те, которые установлены. Можно установить любой подходящий на ваш вкус со стрелками, без стрелок, с рисунком, даже с личной фотографией вашей или вашей семьи. Длительное нажатие клавиш. Это можно настроить на любую настройку, которая здесь доступна. Например, чтобы вызывалась тренировка или же ничего. То есть никаких программируемых кнопок здесь не будет. Найти телефон. Где же я потерял свой телефон? Сейчас здесь стоит режим без звука. И я нажимаю найти телефон. Отлично. Без таких настроек. Громкость автоматически включается и пищит, как сигнализация на весь дом. Нашел. Хух, вот он. На момент обзора у меня установлена версия прошивки 2.1.1.72. Вот так виднее. Вот мы и познакомились с меню. Теперь о приложении. Эти смарт-часы уже не управляются через какую-то программу, например, как Amazfit или же Mi Fit. А сегодня эта программа называется ZEP. Такой черный значок. Нажимаем на него. Запускается он. Он, кстати, всегда отображается в шторке. Часы подключены. Благодаря этому можно узнать эту информацию. И внизу у нас, во-первых, домашняя страница. Потом пункт под названием «Наслаждаться». И режим профиля. Давайте начнем с домашней страницы. Здесь на черном фоне отображаются данные синхронизации с нашими часами. Сколько было достигнуто по шагам. Калории. Сон. Частота сердечных сокращений. Средняя или же какая нужная вам. Каждый этот пункт нажимается и управляется отдельно. Потом последнее время достижений. И дополнительно разных значков. Хочу сразу предупредить, что, например, интенсивность упражнений, обхват грудной клетки, обхват талии, обхват бедра. Все это здесь даже мне непонятно для чего. Но хочу предупредить, что программа, если посмотреть, она подходит для разных вариантов. Например, смарт-кроссовки, беговая дорожка, весы, наушники, браслет и часы. Поэтому, возможно, здесь эти пункты и значки, вот точно, вес будет относиться к весам управления. То есть, если вы соберете всю эту экосистему, то тогда здесь это все можно за этим и наблюдать. Давайте по порядку. Частота сердечных сокращений. Например, перейдя сюда, здесь можно увидеть эту информацию по времени в графике. Непрерывное измерение пульса. Чтобы настроить каждый из этих режимов, нужно переходить в режим профиль. Но есть и быстрое меню. Вот здесь вот этот цветочек нажимаем и здесь данные об упражнениях. Например, шаги вернулись назад, калории вернулись назад, пай вернулись назад и так далее. В режиме наслаждаться у нас есть режим будильник. Вот здесь вот как раз и есть эта функция. Как вы видите, здесь нету никакого умного будильника. Настраиваете нужное вам время. Можно настроить, по-моему, до 10 будильников. И нажимаете добавить. Выбрали время и сохранили. Когда звонить, какой день недели. И через сколько он будет звонить, здесь предупреждается. Также напоминания. Можно устанавливать разные напоминания, чтобы они высвечивались на дисплее ваших смарт-часов. Найти устройство вам знакомо. Циферблат часов. Здесь этот пункт меню подгружается из интернета. И здесь много есть разных watch faces, которые вы сможете себе установить. Но давайте, к примеру, установим вот этот. Нажимаем установить. Синхронизировать скин. Не нравится, что долго эта синхронизация происходит. Загрузила. Теперь синхронизация. И синхронизация завершена. И вот так у нас отображается этот дисплей здесь. Также можно использовать стороннюю программу, чтобы устанавливать watch faces. Возвращаемся на шаг назад. Здесь мы можем устанавливать разные цели. Какие вы планируете сделать в отношении сна, в отношении шагов. Также есть возможность через раздел родственники и друзья поделиться своим QR-кодом с друзьями. Например, супруга следила за моей статистикой здоровья или я за ее в одном приложении. Это удобно, чтобы можно было не спрашивать, а сразу видеть у себя эту информацию. Настройка входящего вызова. Очень важно здесь это тоже повключать эти тумблера и выставить так, как вам удобно. Потому что изначально все отключено. Разблокировка экрана. Здесь можно привязать их к устройству, чтобы вы в итоге, когда носите смарт-часы рядом со смартфоном, то экран не блокировался. Если же произошло разъединение, то тогда смартфон будет запрашивать пароль. Остальные функции написано не поддерживаются активированным в данный момент устройством. Но много чего есть интересного. То есть, как вы понимаете, относится к другим пунктам. В разделе профиль мы сможем, зайдя в Amazfit BIP-S, конкретно увидеть здесь отдельно настройки самого устройства. Этот пункт мне больше всего нравится. То есть, по сути, то же, что встречалось в предыдущем, но только быстрее эту информацию можно найти. Вот здесь мне нужный пункт, тоже порой иногда такое может произойти и у вас, найти часы. Если вы сопряжены по Bluetooth, нажимаете и часы начинают вибрировать. Но только три раза. Потом тишина. Также важно установить в настройках, с какой стороны находятся у вас слева или справа ваши часы. Поднимите руку или запястье для просмотра информации. Вы можете настроить, в какое время начинать засвечивать дисплей. И когда перестать это делать. Чтобы вы ночью ворочались, не включалась подсветка и не отвлекали себя и родных. Если вдруг у вас пропадает сопряжение в фоновом режиме, не приходят уведомления, то зайдите в пункт запуск в фоновом режиме и настроите этот параметр. Параметр ярлыков. Здесь вы можете настроить, что быстрее всего должно вызываться. Помните, я показывал быстрый доступ, свайп слева направо и справа налево. Так вот, это здесь настраивается. Дальше настройка мировых часов, настройка экран часов. Здесь можно поменять расположение по очередности в том расположении, которое удобно будет вам. То есть самое необходимое вывести на первый план, а менее необходимое в самый низ. Полностью удалить, к сожалению, нет возможности. Также пункт проверить наличие обновлений, версия ПО и адрес. И здесь же можно отвязать ваши смарт-часы. Ну и конечно у вас возникает вопрос в отношении точности по измерению данных. Но я скажу по предыдущему опыту, сравнивая их с Amazfit B предыдущей версией, плюс сравнивая их с Mi Watch, скажу, что точность на высоте как от Xiaomi. Потому что это дочерняя компания Xiaomi, то есть хотя это отдельный подраздел уже, но все-таки все на высоте. Я с ними вот целую неделю ходил. Здесь информация на экране отображается в отношении сна, когда засыпаешь, когда просыпаешься. Если пробуждение вот не показывает, то есть когда у вас какие-то пробуждения, хотя отдельный пункт здесь есть, но нет информации в самом меню. Но если сравнивать с Mi Watch, то в Mi Watch мне детально информация о пробуждениях показана в минутах. И точность по засыпанию и просыпанию однозначно совпадает. Точно так же и по шагам ежедневно отображали примерно одинаковое количество, потому что я носил сразу три смарт-часов. Это Amazfit Bip Mi Watch и новые Amazfit Bip S. И они расходились ну буквально там 50-100 шагов, причем каждый день по-разному показывали. Но в общем в итоге я понял, что все одинаково, потому что все-таки играет роль расположение, на какой руке одеты. И вот так вот все это важно и понимать, что к этому все сводится. Если бы вы проводили тесты, вы бы наверняка поняли, что один в один они бы не показывали. Зато я делал тесты по пробежке. Например, пробежавшись 500 метров, я делал замер считывания данных по GPS, и мне эта информация понравилась. То есть они показывали точно по шагам, там буквально 1-2 шага на 500 метров была погрешность, и по замеру по расстоянию по GPS. Поэтому однозначно вопрос о точности закрыт, погрешность сведена к минимуму. Зарядная станция с длинным шнуром USB, два контакта. Подключая к компьютеру ничего происходить не будет, только лишь зарядка. Полностью из пластика, такой себе зарядный кредл. Здесь у нас есть отверстие для кнопки, поэтому не перепутаешь. Но если какой-то аксессуар у вас одет, то необходимо его сначала снять и только потом зарядить. Например, вот я одевал. Снимаем его, силиконовый чехол. Вот так. И теперь одеваем по щелчку. Все, часы готовы к зарядке. Подключаем их к Powerbank. На экране засвечивается информация о зарядке, но хорошая новость, что пользоваться вы ими можете, но надо сначала разблокировать экран. Но кнопка закрыта. Разве что предварительно снимите блокировку, то тогда использовать часы вдруг, если надо, можно. Заряжаются они около двух часов. А сняв их к зарядке, вы о зарядке забудете на почти полтора месяца. Теперь давайте подведем итог. И пока одеваю я из Amazfit Bip силиконовый чехол с предыдущей версии, сделаем определенные выводы. Но вот то, что я вижу, то тоже подходит. Неплохо все смотрится. Если это силикон, если где-то не подходит, то он там натянется. А так здоровски смотрит. Чехол будет защищен. А сверху можно наклеить какой-то другой кейс. Подведем итог. Встроенный GPS, отдельная тренировка без смартфона. Есть возможность производить настройки полностью на этих часах. Будильник, но только настроив предварительно, конечно. Ответы на звонки мы делать не можем. И микрофона здесь нет. Есть долгожданное меню по управлению музыкой. То есть сразу отвечать. Мультимедиа, так сказать, поддерживается. И что радует, что срок жизни здесь, мы ведь не упомянули об аккумуляторе, сколько держит. Заявляют, что будет держать до 40 дней. Но скажу честно, Amazfit Bip не меньше держал. То есть по-прежнему очень хорошо держит. Если обычный режим, то до 35, даже 38 дней без проблем справлялся. Поэтому эти часы не исключение. Если же активная тренировка с навигацией, то около 24-26 часов беспрерывно тренировок будет работать. Также у этого браслета отсутствует NFC, поэтому производить оплаты нельзя. Пропал барометр, а значит и пропало отверстие, поэтому улучшена влагозащита. Поставили другие датчики. Экран стал отображать больше цветов. Раньше было 8, а сейчас 64. Ну и подтянули программное обеспечение, что явно улучшает качество. Расстраивает отсутствие магнитной зарядки. Но радует защищенное стекло с олеофобным покрытием. Если же вы хотите версию подешевле, то есть урезанная версия. Называется версия Amazfit Bip S Lite. В ней отсутствует датчик GPS. То есть тренировки будут происходить только с смартфоном. Без смартфона нельзя будет тренироваться. Ну а если вы ищете себе часы более функциональные, чтобы туда установить и плеер, и оттуда отвечать на звонки, и встроенную, чтобы сим-карту иметь, а в данном случае на Mi Watch именно такая, то я вам советую именно Mi Watch. Есть уже глобальная версия Mi Watch. Специальная версия Lite. Её также можно будет купить. Ссылка есть в описании. Я с вами прощаюсь. Mi Watch Amazfit Bip S. Bip просто. А это мы несем в Алюше. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok